Мы пришли в крутое место. Компания AMA CRM. И мы сегодня, как известно, стартовали новый проект. Бизнес грабли, бизнес грабли, грешники. Но мы проголосовали за бизнес грабли, поэтому пускай. Ну что, пошли, посмотрим. Прикольное место. Мне очень нравится. Тут как-то все просто, никакого секретаря. Ну что, Миша, приветствую. Привет. Ребята, это Михаил. Это один из основателей AMA CRM. Одной из самых известных компаний на рынке IT. Очень прикольная CRM. Ну что, давай посмотрим, как ты здесь живешь. Напоминает передачу НТВ. Расследование, да. Конторная закупка. Ты можешь нам рассказать, что у тебя в офисе, что это за место, кто здесь сидит? Ну да. Вот мы прошли ресепшн. Нас налит объезд у нас офис-менеджеры и приговорка. Но сейчас тут небольшой месс, потому что они меняют планировку. Здесь сидит вторая линия поддержки и группа эксплуатации. Такие у них прикольные, кстати, кресла. Это такие кресла? Киевские. Маркусы. Вот такая. Здесь... Эх, кто здесь? Честно говоря, не знаю. Здесь у нас такая вот терраса. Я в такой же террасе была в Яндексе. На такой же террасе. Признаете, это вы после Яндекса такую себе сделали? Нет, нет. Мы всегда старались сделать красивый офис. У нас там вид на Кремлево. На самом деле, пугательно было, что когда мы зашли, там стоит человек, значит, такой, который встречает все в золоте. Поддорого-богато. Не похоже на IT-стократ. Нет, тут приходит. Классное место, классные офисы. Пойдете, как дальше. Очень красиво. Да. Здесь у нас разработка. Все делается штатно. Это все. Разработка. Пойдем посмотрим. Все делается штатно. И военные тайны. Нельзя все показывать. Нельзя все показывать. Хорошо. Не знаю. Может, посчитайте. Ну, не лень. А ты десять. Понятно. И главное, что привык, что заходишь в офис. Там везде отделы продаж. Все кричат. Нет, у нас... А как-то все тихо. Здесь кухня такая вот милингная. О, симпатичненько. Да, симпатичненько. Ну, для того количества человек, которые сидят в предыдущей комнате, если честно... Тесно, да. Да, маловато. Мало. Тесно. Тесновато. Ну... Что понятно? Никого нету. То есть еще время обеда... Тесно, да. А ну... Прикольно. Виша, а отдел продаж у вас нет? Все первые линии, все удаленные. То есть весь отдел продаж удален? Весь удаленный. Да. А кто выбирает этот персонал? У вас кучает? Укварительный чай. Нет. Здесь нет. Золотая дверь какая еще? Здесь бухгалтерия. Очень интересно. Здравствуйте. Бухгалтерия. Смотри, какое зеркало. Мечта. А вы заметили, что такое зеркало в бухгалтерии? Такая дверь в бухгалтерии. Чувствуете, кто здесь главный? Маршетинг. Слушай, а можно узнать, почему такое зеркало? Я сам с отключения сделаю. Здравствуйте. Привет. Кто так в курсе? Скажите, пожалуйста, как у вас обычно проходит день? Что вы делаете? Какой стандартный день? А что ты находишься на текущей задачи? Ну, например, типичная текущая задача вам в CRM у маркетолога. Я не маркетолог, я манитрую проекты. А это обман. Не-не-не. В маркетинге у нас во всех отделах свои разработчики, свои руководительные разработки, своя разработка. А основная задача – это контроль работы разработчиков, специалистов проверки, технических специалистов, а также какие-то дополнительные задачи по отделу маркетинга, планирования. Вот где водятся красивые, умные тюрьки вам и CRM. А вы что занимаетесь? Я менеджер по работе с партнерами. У нас открылась партнерская программа в последний релиз. И я веду с ними переговоры. А что такое партнерская программа? Расскажите, может быть, кому-то будет интересно. Наши партнеры предоставляют услуги по внедрению нашей системы нашим клиентам и оказывают услуги по различной доработке. Это вы тот человек, который всегда всем звонит? Вы являетесь уже партнером у CRM, и я узнала у вас по голосу. Такое не совсем так. Все, кто звонят, в основном удалённые. А сколько человек вообще удалённых? Я не знаю, может, 30-40. А как их контролируют? Вот просто это обычно… По KPM как. Не, ну это очень здорово. 30 человек, которые работают удалённо. Я думаю, больше. Больше? Да, думаю, больше. Ну что? Хотя у вас самое прикольное пространство. Самое светлое. Какое зеркало. Ну да, и такое зеркало. Поэтому смотри, столько тут женщин. Да, да, да. То есть там эти девушки сидят? Да, да, да. Подальше. Подальше. Так, тут какое-то деление, по-моему, происходит. Нет, здесь Америка. 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 Да, здесь Америка. Да, здесь Америка. Да, здесь Америка. Ну что, как американский рынок, когда захватим? Да. А вот… Да. Не такое молчание. Люди, а вы что занимаетесь в этом? А автоматизация маркетингового процесса? Отлично. А вы что занимаетесь? Я веб-дизайнер. Веб-дизайнер? Отлично. Ну что, когда Америку захватим? Скоро. Скоро? Ну, отлично. Да. А как, по какому принципу набираются люди на выход в Америку? Ну, просто знание… Они сами пришли вот в комнату и сели, да? Ну да, весь руководитель выбирает, с кем хочешь работать. Угу. То есть, ты не мешаешься внутренних процессов? Вообще никогда. Ну, вот как бы весь… Супер, спасибо. Очень немаленький офис, на самом деле, конечно. А где можно посидеть нам, задать несколько тебе вопросов? Ну, давайте как-нибудь переговоры проверим. Давай, конечно, вопрос не так шумно. Давай. У нас запустился новый проект под названием «Грабли бизнеса» или «Грешники бизнеса» или «Антикейсы». И мы… Мы что не поняли. Да. И мы, на самом деле, интересно рассказать вот о тех вещах, которые путешествовали успеху. О тех ошибках, о тех граблях, о тех каких-то интересных моментах, которые… Ну, как сказать… Ну… Не получались, да? Ну, вот потом хочу сказать, что те люди, которые вот сейчас смотрят, они же смотрят и думают, у всех ребят все так получается. Ну, я про себя тоже могу сказать. Хотя там девочка, но я тоже смотрела там видео и думаю, у всех все получается, у меня ничего не получается. Каждый день… Такое ощущение, что они какие-то спермы, да, там… Да, да. Как с ними пообщаться, там… И когда Миша про тебя точно так думает, я тебе просто сто процентов так говорю. Не уверен, ну, неважно. Потому что, когда ты на конференции выходишь, у тебя там… вот этот вот звук, свет, сидит очень много человек. Сто процентов. Не, ну, у нас много чего не получается. Даже если взять ту же конференцию, мы провели пять… плохо раз конференцию, пять раз. Прежде чем получилось нормально. А что значит «плохо»? Да. Ну, мы начали делать ее в мае четырнадцатого года. Первый. И мы собрали пять человек. Вот это неожиданно. Леш, надеюсь, что у нас не будет так конференция. Да, и… Да, и… Потом мы собрали четыре человека. На понижение пошло. Мы поняли, что мы что-то делаем не так. И решили пересмотреть концепцию. И с большим трудом собрали двести. С большим трудом. И, честно говоря, сдались. И сказали, нет, это не наше, мы не сможем. И потом решили провести следующее мероприятие просто в рамках конференции РИМ, Russian Red Week. Думали, что хотя бы там будут люди. Мы очень сильно постарались. Мы думали, ну, хотя бы оттуда кто-то придет. И пришло пятнадцать человек. И… Ну, так, чтобы эту историю… И потом… Так как кажется, что нараса появилась. Проанализировав все эти неудачные попытки, мы уже сделали на тысячу двести человек. А как это было связано со сменой человека, которого проводил этим процессом? Нет. Мы все время были одни и те же люди. Одни и те же люди, да? А что… Какая самая основная ошибка в организации была? Множество. Ну, то есть, множество. Есть пять прям каких-то? Нет, нет. Нету такого? Вообще, каждый раз, когда мы делаем эту конференцию, у нас есть такой чек-лист. Мы по неделям и по зонам разбиваем, что надо сделать. И есть зоны, за что ответственны люди, и недели. Шестинедельные. Вот сейчас мы делаем большую конференцию, у нас двенадцатинедельный спринт. Нам надо собрать очень много людей, и мы решили на три месяца сделать проект. И каждый раз после конференции мы в этот чек-лист добавляем пункт. Что не получилось, чтобы в следующий раз это было лучше. И это что-то похоже на чек-лист перед полетом на самолет, когда ты читаешь просто сделать это, сделать это, сделать это. Причем до смешного доходит. То есть, там есть человек ответственный за выход спикера на сцену, и у него в списке, и действительно ребята на рациях, и он говорит, идем по чек-листу. Проверить микрофон, проверили микрофон. Проверить презентер, работать презентер. И там до весь пункт проверить шеринку. Чувствуется их опытные опытные. Один раз вышел с открытой шеринкой. И даже когда это выходит спикер, там чужой, ну кто ты, то человек должен, ну кто отвечает за сцену, незаметно проверить, все ли в порядке. Если что-то не в порядке поправить. Поэтому, ну то есть до смешного. И мы каждый раз что-то добавляем, что-то совершенствуем, что-то улучшаем. После каждой конференции делается отчет такой большой. Ты по горячим следам записываешь свои мысли, что-то сделал неправильно, что надо исправить. По горячим убийствам. Да, да, и ты каждый раз просто делаешь лучше, 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 лучше. Все из мелочей. То есть, вроде бы все то же самое. Удивительно. Но каждый компонент сделан чуть лучше. Мне казалось, что вот оно АМСРМ. Они добавили строчку сверху АМСРМ. У нас будет конференция 27-го числа. Все туда щелкнули, все почти все радостные. Все совсем не так. Ну, промежутки есть по вечеринку просто. Все совсем не так, да. Все это просто серия, большая серия неудач. И на выходе что-то получается. Главное, просто каждый раз чуть лучше, чуть лучше, чуть лучше, чуть лучше. Ну, а все-таки, расскажи, какие вот еще по твоему мнению у тебя такие вот самые интересные случаи в твоей жизни, самые поучительные для тебя или самые значимые, когда что-то не получалось? Да, вот не обязательно о бизнесе на самом деле. Да, вообще из личной жизни, из бизнеса, из… Чтоб ты стал вот тем, кто ты, собственно, и есть. Я пока никто особо. А почему? Так раньше времени. Ну, вопрос, с кем ты все время себя сравниваешь. Это, кстати, очень важный момент, с кем ты себя сравниваешь. А ты себя с кем сравниваешь? Я в основном, ну, все мои друзья богаче меня, скажем так. Поэтому я в основном, все люди, ну, с кем я постоянно общаюсь, мне кажется, они успешнее меня. Поэтому я себе не кажусь вообще никакой никакой успешным. Такой ЧСМ непременно, да, такое? Чувствуешь себя не очень, да, только постоянно. Уже полезный, кстати, навык чувствовать себя не очень. Я просто стараюсь себя расти. Да, всегда себя чувствуешь не очень, да. То есть вопрос, с кем ты себя окружаешь, он очень важный вопрос, как ни странно. В каком доме ты живешь? В каком отеле ты отдыхаешь? Где у тебя дача? Потому что очень легко себя окружить людьми, которые менее успешны. И тебе будет казаться, что ты молодец. Ну, до забавного. В общем, ты осознанно вводишь себя в такое состояние… Да, до забавного. В фрустрации. То есть ты тогда находишься с людьми, которые явно сильно успешны от себя, и тебе не кажется, что твои действительно вообще чем-то стоящим. И это позволяет, более того, это позволяет тебе постоянно видеть планку, что это все реально, это все возможно. На самом деле даже те же самые мероприятия, мы их стали проводить только потому, что увидели бизнес молодости, и мы увидели, что это возможно. И мы сказали, блин, ну а я с бизнес молодости, они это делают, почему мы не можем? А так мы просто думали, что это невозможно. И по поводу неудач, у меня было очень много неудач, я не могу их выцеплять. И на самом деле первый успешный бизнес-проект был QSoft, но до QSoft было 5 или 6 бизнесов, где был полный вообще провал. Вот сейчас все люди просто... Да, и то есть мы начали с моим партнером, мы с ним познакомились 15 лет на даче, и где-то с 18 или 17 лет мы постоянно запускали какие-то бизнесы, это все был полный срам. Ну, например, вот ты можешь на какую-нибудь идею, какой-нибудь проект? Сначала мы начали делать сайты, у нас ничего не получилось, мы бросили. Потом мы сказали, нет, не надо сайты, и стали заниматься каким-то автозвуком, там по ночам какие-то колонки ставили. Потом мы занимались шумоизоляцией автомобилей, потом мы пытались писать опять софт, у нас ничего не получалось. Потом я пошел на работу и руководил чужим бизнесом, двумя, а Денис параллельно тоже пытался писать софт. Потом опять, в общем, это какая-то была вечная череда каких-то идиотских начинаний. У нас даже был игровой автомат какой-то, там мы ставили в каких-то магазинах, там пятерочки надо было. Ну, то есть это все была какая-то глупость на глупости. Много-много позорных страниц истории. А и в какой момент все-таки переклинило и вот что-то такое было? А потом я ушел окончательно с работы, мы решили все-таки заняться бизнесом, мы организовали Qsoft, это был март 2004 года, то есть аж 12 лет назад, и мы полгода тоже ничего не делали. Ну, то есть мы приходили на работу и там, что-то поделаем, и давай в Counter-Strike играть. А мне было на тот момент, ну там, 23 года, на самом деле. То есть я уже руководил чужой компанией. У-у-у, я сейчас. Ты тоже играешь в Counter-Strike. И я руководил чужой компанией уже на тот момент, то есть у меня был уже бронеческий опыт, очень, очень. Основное, это мне все больше всего помогло, что я пошел поуправлял чужой компанией, большой достаточно. Ты все время советуешь? Да, спасибо. Да, то есть это был серьезный рывок. То есть мы занимались какой-то ерундой, какие-то гаражи, ну какая-то полная вообще ерунда. А потом я оказался в роли гендиректора компании в 100 человек. На самом деле за полтора года всему и научился. Тернокожка когда-то. Да, я бизнес-то развалил, конечно. Ну, сейчас бизнес вот. Ну, нормально, общайтесь с этим. Да, мы дружим. Мы потом несколько лет не общались, сейчас мы дружим. И, конечно, бизнес я развалил своей бурной деятельностью. Но за те полтора года я, собственно, всему и научился. И потом мы пошли делать сайты, и вот полгода ничего не делали. А осенью Денис, партнер мой, сказал, типа, ну все, у меня деньги кончились, я больше не могу ничего не делать. Давай уж либо что-то делать, либо наканчиваться этой бодягой. И мы просто открыли желтые страницы и стали проводить в холодные сайты типа, здравствуйте. Все начинается с продаж. Да, здравствуйте, не хотите ли сайт. И сначала мы пытались, конечно, кого-то нанять для этого. Ну, никто не хочет звонить, никто не хочет продавать, никто не хочет выходить из зоны комфорта, поднимать трубку и говорить, здравствуйте, не хотите ли сайт. Ну, мы же начальники, давай наймем кого-нибудь, кто будет это делать за нас. Ну, ты же не хочешь это делать? Мы наняли какую-то девочку, у него были сумасшедшие показатели. какие-то неимоверное количество звонков в день, но продаж не было, так неделя проходит две недели, и потом мы думаем, надо послушать разговоры, что она там делает, а не было никаких у нас АПС, ничего такого не было, то есть это было сложно, и мы купили где-то на митинском рынке, там такой был приборчик, разорвать телефонную сеть, вставили диктофон, ну то есть это было целое предприятие, и мы записали ее два дня разговоров, они были такие, здравствуйте, в сайт не ходите? Нет, спасибо, до свидания, и таких 300 звонков в день, и мы поняли, что так не работает, что надо просто взять уже самим, никто за тебя тебя богатым не сделает, кто-то что-нибудь, и поэтому всех уволили, я открыл золотые страницы, взял телефон в руки, Денис взял телефон в руки, и мы стали звонить сами, я звонил, говорю, здравствуйте, не хотите купить сайт, сам приезжал на встречу, сам продал, и все потихонечку, потихонечку, но понятно, что мы уложили весь предыдущий опыт, все, что научились, и дальше оно пошло, 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 пошло. А где CRM-то тут? Сайты ты продал? Нет, просто дело в том, что когда у тебя нет денег, когда у тебя нет капитала, запустить CRM вот так невозможно, это утопия, и самое главное, что похоже на инвестиционные деньги тоже не получится, продукты вроде Аму CRM требуют инвестиций, она 4 года жрет деньги и не переносит ни копейки, а жрет много, и кто-то должен ее кормить, и поэтому, если у тебя нет инвестора, то у тебя есть... А инвестор или по почте бизнес? Ну, тебе должен быть капитал и ресурс, самое главное, даже не только деньги, самое главное, команда, разработчики, ну там, типа сисадмин, вот тебе нужно платить администратору системному, он нужен, а он себе не окупает, и запустить продукт, не имея ресурсов, невозможно, просто невозможно, ничего. А ты это заранее понимал, да? Конечно, конечно, мы спробовали, и поэтому хороший путь, если у тебя нет денег, это начать с услуг, потому что в услугах инвестиции не нужны, ну вот в сайтах инвестиции не нужны, ты приходишь, продаешь, тебе дали 100 рублей, пошел делать, приходишь, продаешь, дали 100 рублей, пошел делать, и таким образом через услуги, это нормальный путь, его прошел в Битрикс, его прошел в Болотов, с Drive.Ru, это такой очень типичный путь. И ты начинаешь оказывать услуги, и на этом ты зарабатываешь первые деньги, ты зарабатываешь команду, что очень-очень важно. То есть у тебя появляется офис, в котором сидят люди, и они занимаются разработкой. И ты можешь сказать людям, ребята, пошли делать что-то новое. И вроде бы как бы есть деньги им платить зарплату, и есть офис, и есть место, ну и так далее. И Амастерам просто невозможно было бы выпустить, не имея Кьюсофт. Потому что Кьюсофт тупо кормил Амастерам первые несколько лет. Четыре года, это нормальное новое количество. Вообще многовато, многовато, а не четыре, а не четыре, наверное, три все-таки, три с половиной, да. А как? А что потом случилось, три с половиной, три с половиной? Нет, дело в том, что она всегда росла, с первого же дня. Она росла, 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 но как она росла? То есть она приносит тебе 20 тысяч рублей в месяц, а еще 100 тысяч рублей ты докладываешь. Она приносит тебе 50 тысяч рублей, а еще 100 тысяч ты докладываешь. Она приносит тебе 100 тысяч рублей, а еще 100 тысяч ты докладываешь. И ты, кажется, меньше докладываешь 100 тысяч. Она приносит тебе больше, 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 тогда все жрет. Больше, больше, больше. В какой-то момент она начинает просить, у тебя 2 миллиона, а в 100 тысяч ты докладываешь. И ты тратишь 2 миллиона 100 тысяч каждый месяц, а в следующем месяце ты тратишь 2 миллиона 300 тысяч, 2 миллиона 500 тысяч, 3 миллиона, ну и так далее. И она росла, 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 росла и в какой-то момент ты просто предоставишь докладывал 100 тысяч. Скажи, а ты как-то с инвесторами вопрос решал или ты? Мы сначала пытались полечные вести, но нам никто не давал. А сейчас уже не берете, да? Да, смешно. Теперь мы сами даем скорее. Теперь сами готовы покупать и инвестировать. Не, мы ходили на все эти стартап-пичи, мы выступали, мы участвовали в конкурсе, нам даже какие-то премии давали. Нам никто ничего не дал. А полезно было конкурс? Все так стремятся просто. Ты знаешь, вот эти вещи полезно, очень полезно приходить и пытаться презентовать себя и свой продукт. Потому что ты чувствуешь, насколько ты глупо выглядишь и насколько плохо то, что ты говоришь. И когда ты поймешь, что ты не можешь объяснить, что там занимаешься, это полезно. Если это называется питч перед инвесторами, почему нет? А как ты понял, какая CRM-система нужна вообще клиенту? Потому что я не знаю сейчас ни одной компании по разработке, даже наши какие-то клиенты, которые не хотят свою CRM-ку сделать. Это было всегда критично. И когда мы создавали Q-Soft, и когда мы создавали AMA CRM, это все-таки понимание, куда приблизительно все развивается. А откуда понимание? Это просто фаундер в голове придумал? Это да, это я не могу объяснить. Просто вот когда мы создавали Q-Soft, мы понимали, что сайты будут становиться технологически сложнее. Что они будут не такие красивые, но технически сложные. И поэтому мы понимали, что очень важно позиционирование на рынке, очень важна какая-то корневая идея продукта. Вот это вот единственное, что важно. И мы понимали, что нужно создать студию, которая будет делать не просто сайты, а будет делать фокус на технологические сайты. И этим мы отличались от всех остальных, кто делал сайты. И, собственно, поэтому все получалось. То есть так же и CRM. Мы понимали, что будущее за продуктами самовнедряемыми, простыми, узкоспециализированными. Много информации, надо все попроще. Да, и в этом была вся идея. Супер. Скажи, пожалуйста, но все-таки еще вот три самых больших по твоему тунимрейтингу граблей, так скажем так, или да? Провал, наверное. Провал в твоей жизни. Дело в том, что у нас ошибок так много, как ты можешь себе их позволить. И на самом деле, если у тебя есть деньги, у тебя больше ошибок. Чем больше денег, тем больше ошибок. Поэтому все ошибки, которые я могу вспомнить, связаны с тем, что у нас были деньги их совершить. Например, мы раньше времени побежали в Америку, спалили 250 тысяч долларов. Ну, мы потом себе оправдали, что это образовательный проект. Просто дорогое. Да, просто это было очень дорогое образование. Из той же оперы мы очень поздно стали заниматься продажами и строить отдел продаж. Я из принципа не хотел его делать, но мог себе позволить. Но, опять же таки, были деньги не продавать. И вот все в таком духе. Это вторая, наверное, ошибка. Третья ошибка... Знаете, просто две я заранее приготовил. А третью надо уже придумывать. А третью надо придумать. Ну, наверное, третья ошибка... А может, что-то из личной? Из личной? Понятно. Ну, вот. Не обязательно с бизнесом. Что-то из другой сферы. Из личной. Есть же такие вещи, там, место, самоорганизованность, там, расстановка, там, неправильно... Неправильно над людьми, расстановка неправильных людей на неправильные места. С людьми мы все часто ошибались, конечно. Переоценивал себя. Часто. Думал, что я молодец. Часто. А ты слушал, на самом деле, вот, принимал решение, больше себя слушал? Или, там, умные книжки, цитаты, опыт чужой, там, кому-то обращался? Угу. Я себе когда-то в 10-м классе сам себе придумал поговорку. Что признание своего недостатка – первый шаг на пути к его исправлению. Угу. Поэтому самое главное – это сначала увидеть недостаток и его признать. А потом потихонечку ты его исправишь, когда ты его по-настоящему признаешь. Я вот, например… А как вот ты его признал, как ты его заметил – это неважно. То ли ты прочитал где-то, то ли тебе кто-то сказал. Например, у меня папа там… Мне было 20… Большие вот ошибки из бизнеса. Ну вот. Они были, на самом деле, все до 25 лет. Например, когда вот я вот этот бизнес развалил, приятель, там было много ошибок допущено. Одна из ошибок была… Мне папа подсказал. Он говорит, ты знаешь, вот мы с тобой такие люди, мы людей обижаем. Ну и я, и ты. Надо не обижать людей. Вот. Я тогда понял, что это у меня ошибка такая. Вот я когда управляю, я часто обижаю. И я над ней работаю, 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 последовательно. Учился. Ну вот одна из таких ошибок там, когда… Которую я допустил. Со временем, когда я пришел в этот бизнес, готовый в роли управляющего, я сразу сказал что-то менять, вместо того, чтобы вникать. Ну, сначала нужно вникать, а потом менять. Третья крутая фраза, да? Вот. И, например, вот я сейчас, когда у нас идет процесс слияния, там, объединения с Callback Hunter, первое, что я пришел, я сказал, я говорю, первые два месяца ничего не трогайте. Ну, ничего не трогайте, вы только поломаете, вы только сделаете хуже, потому что вы ни черта не понимаете. И когда я вот смотрю какие-то новости там, и говорят, кто-то возглавил компанию. Все ждут изменений, а я наоборот, я смотрю, думаю, если чувак ничего не делает, он молодец. Ну, то есть ничего не трогать. Вот такая была ошибка. Ну, много было ошибок, просто делаешь какие-то выводы дальше из этих историй, и стараешься больше таких ошибок не допускать. У меня еще вопрос. А ты как-то сознательно сейчас вкладываешься в какие-то бизнесы, слияния делаешь, или это просто вот? Нет, я наоборот, еще не ошибки бизнеса. Я когда-то подумал, что я инвестор. Я вложился в 10 проектов по миллиону рублей. Все деньги я просрал, все инвестиции списал. И с тех пор я никуда никогда не инвестирую, потому что я знаю, что инвестиции – это очень тяжелый бизнес. Это надо уметь. Я с большим уважением в отношении с тем, кто умеет инвестировать. Потому что инвестиции требуют особых компетенций. Если бы я однажды решил инвестировать, я бы скорее дал деньги фонду профессиональному, который бы инвестировал. А какому ты в фонду сдал бы деньги? Такому, у которого сильный лидер. Мне нравятся Рябинки, Игорь, Белоусов, Руна. Мне нравятся, естественно, Богославские. Я скорее там буду сидеть среди инвесторов фонда, чем сам полезу кому-то давать деньги, потому что давать деньги – это труд. Тяжелый труд – контролировать эти деньги, работать с фаундерами. И, скорее, холлбекнатор сейчас эта история – это исключение. Я просто не мог пройти мимо, потому что я думаю, что это очень сильная команда, очень сильная компания. И они очень близко к нашему бизнесу. Это, скорее, абсолютное исключение. Абсолютно удивительная новость. Ну, Руслан – яркий, внезапный, резкий человек. С ним по-другому нельзя, мне кажется. Ну что, супер. Спасибо тебе большое, мне кажется. Леш, нет. Давай еще одну свою ошибку. А, мою ошибку? Давай, давай. Вываливай сюда свои скелеты. Слушай, ну из последнего ошибок я вчера ехал. Без кофе. Без кофе. Слушай, чай не был ни кофе, вчера был коктейль. Блился я, конечно, к ингретам вчера. Слушай, я вот сейчас слушал Мишу, я тоже думал, что я инвестор. Знаешь, как бы. Я вчера, ну, я на днях закрыл свою ТПС, в которую я инвестировал. Значит, да. К сожалению, это так. А ты много инвестировал? Ну, порядка, наверное, 6-7 миллионов рублей. Я понял, что надо быть в этом проекте, надо его управлять, надо его активно развивать. В общем, на мой взгляд, это моя ошибка, как и управленческая, так и позиционная. То есть надо было не инвестировать, а делать по своим бизнесам. Поэтому, к сожалению... Да, да. Делать свой бизнес и управлять инвестициями совершенно разные компетенции. Ничего общего между ними нет. Либо ты делаешь сам, либо ты даешь профессионалам управлять твоими деньгами. Да. И вот ты из фондов, то я с AdVenture с ребятами общаюсь и инвестирую. Это который Delivery Club. Да, да, да. Он же один из самых больших. Вот я, наверное, буду им деньги давать. Есть у меня такое ощущение, что, наверное, буду с ними работать. Ну, вкратце так. Всё, спасибо большое всем. Миша, спасибо тебе большое. Был очень приятно. Очень полезный и познавательный. Даже для себя вынес много интересных вещей. Может, тем более. А эти три фазы можно прямо тебе на визитках отпечатать. Мне кажется, это будет полезно. Хорошо. В пакетниговых материалах. Супер, спасибо. Спасибо вам. Надеюсь, чуть получится. Да, сейчас надо ребят. Ну что, селфи? Давайте селфи. Сейчас, секунду. Плёш, делай несколько. Ну, я понял. И вытри камеру перед ней. Нет, нельзя пальцем. Да. Надеюсь, что ты не профессионалом посылок. Я недавно в этом посылок. Я недавно в этом посылок. Я недавно в этом посылок. Ну, очень полезно приходить и пытаться презентовать себя и свой продукт. Потому что ты чувствуешь, насколько ты глупо выглядишь. Насколько плохо то, что ты говоришь. Пантика осознанного ЧСМа. Да. И когда ты поймешь, что ты не можешь объяснить, что что там занимаешься. Словак, да. Это полезно. Ну, вот одна из таких ошибок, которые я допустил. Со временем, когда я пришел в этот бизнес, готовый контроль отправляющего. Я сразу сказал что-то менять. Вместо того, чтобы вникать. Ну, сначала нужно вникать, а потом менять. Третья крутая фраза, да? Да. Вот. Третья ляду captivая физка, да? Ну, сначала. Потому что Rick, нам нужно все Ale권а, просить письма. Продолжение следует...